Мы все чаще говорим о воспитании молодежи, о культурном наследии, о традициях, которые мы должны от старших поколений передать к младшим. И действительно многие дети, молодые люди хорошо знают поэтов, композиторов, писателей, великих ученых, больших спортсменов, хоккеистов, футболистов, но действительно мало кто знает самбистов. Я нахожусь сейчас в известной школе «Самбо-70», где воспитаны сотни и тысячи спортсменов, юношей и девушек, завоевавших победу для нашей великой страны. И Сергеем Елисеевым мы попробуем рассказать об этом сегодня более подробно. Сергей Владимирович, Вы много лет жизни посвятили этому прекрасному виду спорта, воспитали очень много детей, мастеров спорта. Чем привлекает Вас этот вид? Ну, действительно я, наверное, больше двух третей своей жизни нахожусь в движении, которое называется «Самбо». Это такая большая-большая семья. И когда я пришел заниматься, первое, что меня поразило, это доступность. То есть это любой мальчик, любая девочка может спокойно начать заниматься. И вид спорта показался мне очень интересным, доступным. Я уже нисколько не жалею, что занимаюсь до сих пор самбо. И мне это очень нравится. Я думаю, что это понравится каждому тройку, который просто пройдет через этот вид. Юрий Меншевич, я тоже знаю, что в студенческие годы Вы тоже активно занимались борьбой с самбо. И вот Ваши впечатления, почему именно самбо? Как оно планировало? Сергей Владимирович, ну, правильно сказали. Любой мальчишка хочет быть сильным, ничего не бояться. Но для этого, конечно, нужны и мудрые учителя. И когда я, поступив на первый курс Петрозаводского госуниверситета, услышал от ребят о легендарном тренере, который там приструнил один, несколько хулиганов сразу, мне захотелось пойти именно в этот спорт. Но и потом он уже меня не отпускал. Сейчас было бы здорово, конечно, если помнить наших основателей и самбо. А давайте тоже посмотрим несколько камер. 1928 год. Старший инструктор «Динамо» Виктор Афанасьевич Спиридонов выпускает книгу «Самозащита без оружия». Творчески переосмыслив приемы из джиу-джитсу и других боевых единоборств, он разработал приемы бытовой обороны и широко внедрял свою систему в правоохранительных органах. Василий Сергеевич Ощепков. Русский японец, как прозвали его в начале прошлого века. Еще до революции его сироту отправили постигать японский язык в русскую колонию при православной миссии. Русской армии нужны были свои переводчики в военном противостоянии с Японией. В стране восходящего солнца Ощепков увлекся дзюдо. Был принят в Кадакан, святая святых этого вида борьбы, и первым из русских получил черный пояс. А потом, уже на родине, стал реформировать дзюдо, вводя новые приемы самозащиты. Борьба подобна жизни. Побеждает сильнейший. Прототип главного героя фильма – ученик Ощепкова Харлампиев. Нападай на этого гражданина. А вот этого, Абдулла, ты не знаешь. Самбо – молодой вид спорта. Большой вклад в создание и развитие борьбы самбо внес заслуженный мастер спорта Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Воспитанием молодых спортсменов он занимается более 30 лет. Суровый экзамен выдержала самбо в годы Великой Отечественной войны. Многим бойцам нашей армии невидимое оружие, как часто называют борьбу самбо, помогало бить фашистов, помогало выстоять и победить. Среди тех, кто обязан борьбе самбо с жизнью, и старшина Евгений Чумаков – первый чемпион СССР в полулегком весе. Ученика Анатолия Харлампиева-Чумакова спортивная сноровка не раз выручала на войне. А однажды он выиграл рукопашную схватку сразу у нескольких фашистов. У борьбы самбо – народные корни. В нее вошли самые эффективные приемы из национальных видов борьбы и, прежде всего, тех, что были популярны у народов нашей страны. Из грузинской Чидаобы, молдавской Трынты, армянской Кох и других. Плюс все лучшее, что было в боевых искусствах Запада и Востока. Да, история славная, но есть и герои наших дней. Давайте обратимся к ним с вопросом, что именно вам дала борьба самбо? Ну, я сегодня могу сказать про самбо. Самбо, наверное, это стиль жизни. Если бы мне судьба еще раз дала шанс, я бы его, наверное, прошел за год. Когда уже пришел на Петрюковку, я понял, что это мое. Вот именно мое то, что мне нужно. Хотя там с ребятами играл и в футбол, и в хоккей, и в другие подвижные игры. Когда меня спрашивают, что для меня самбо, я всегда хочу сказать все. Потому что, если бы не было самбо, все, что вообще у меня есть в жизни хорошего, и внешне, и внутренне, и моя работа, все самые лучшие дни в жизни, все связаны именно с самбо. Высокие спортивные достижения, это, конечно, здорово, это отлично, но все-таки самбо дает возможность каждому человеку освоить его, азы. Программа, по которой проходят занятия в школе, разделена на три блока. Это начальная подготовка, начальная школа, где основа складывается из того, чтобы дети научились правильно перекатываться, правильно держать группировку, выполнять элементы самостраховки. И к концу четвертого класса дети замечательно умеют, четко, правильно понимают, как правильно и безопасно себя вести при падениях, различных падениях вперед, назад, на бок и так далее. Опустились, на спину легли. Руки положили под 45 градусов вдоль тела, 45. Подняли руки, пальцы вместе, руки прямые, подняли руки вверх. Под мой счет хлопок руками. Раз. Перекатываемся на спину, голова на груди, руки вперед, выполняем хлопок руками. Приготовились. Раз. Приняли положение, упор присев. Заваливаемся на правый бок и выполняем самостраховку. Правой рукой хлопок. Раз. Опускаемся бедрами на товарища, съезжаем тазом вниз, выполняем самостраховку без кувырка. Приготовились, руки вперед. Садимся. Раз. Руку положили на плечо, точно так же, выполнение самостраховки. Раз. Второй блок, он разделен на два этапа. Вот начальный, когда мы только учимся и познаем элементы борьбы. И второй этап, когда ребята уже выполняют броски и понимают, как себя вести в схватке, что такое поединок. Выполняем бросок в переднюю подножку со стойки. Выведение из равновесия, рывок, бросок. Бросок через бедро. Бросок с захватом двух ног. И третий этап, это старшая школа, это совершенствование. Когда ребята на базе изученных приемов спортивного самбо изучают приемы самозащиты, самообороны. Это освобождение от захватов различных за руку, за шею, за волосы. И защиту от ударов рукой, ногой. Защиту от ударов холодным оружием. Соперник захватывает вас одной рукой за руку, пытается вас остановить, держать. Это раз. В сторону отводим, в сторону большого пальца освобождаемся и делаем подшаг на заднюю подножку. Два. И бросок задняя подножка, три. То есть соединяем то, что мы уже умеем, бросок задняя подножка с самозащитой. Захватили. Раз. Два. Три. Защита от удара рукой в голову. Боковой удар в голову вам наносит ваш соперник. Вы сокращаете дистанцию, ставите блок. Рука сжатая в кулак под 45 градусов. Перехватываем руку, делаем захват и переходим на бросок. Задняя или передняя подножка, то, что мы с вами изучали, то, что вы уже умеете хорошо делать. Раз. Два. Защита от удара ногой. Самый распространенный, как правило, удар – это ногой снизу. Раз. Два. Защита от холодного оружия. Защита от удара ножом снизу. Раз. Два. Защита от прямого колющего удара ножом, штыком. Ваша задача – уйти с линии атаки в сторону. Повернуть обязательно тело, чтобы, если вдруг вы не успеваете, удар оказался скользящим. Блокируем руку соперника, захватываем ее и выполняем переход на переднюю подножку и болевой прием на кисть. Раз. Два. Три. Закончили. Молодцы. Из таких этапов состоит программа, общеобразовательная программа по физической культуре, раздел «Самбо», которая предлагается как третий час в школе. Ну и эти уже небольшие навыки дадут возможность мальчикам и девочкам чувствовать себя независимо, даже на улице. Давайте поговорим и о подготовке спортсменов. Предоставляем слово Ренату Алексеевичу Лавишеву, генеральному директору школы «Самбо-70». Мы когда-то начинали тоже с маленького клуба «Самбо-70», нас было всего человек 50, и потом мы разрастались, потом это стало большим объединением с красивыми дворцами, со своими филиалами. И сегодня «Самбо-70» объединяет вокруг себя не только наш вид спорта, не только единоборство, но это и фигурное катание, это и спортивная гимнастика, это и художественная гимнастика, это 24 вида спорта, где занимаются 16 тысяч ребят. Вот что такое сегодня школа «Самбо-70», которая занимается и образованием, и воспитанием, и мы видим, какой эффект от этого происходит. Мы видим, как радуются дети, как радуются родители, как с огромным интересом работают с ними педагоги и тренеры. И те ребята, которые выходят из школы, а их порядка за эти годы 25 тысяч, многие из них возвращаются в школу, работают вместе с нами и продолжают вот эти традиции, вот эту преемственность поколений, которая сегодня очень нужна и важна не только нам, но и, наверное, всей стране ради патриотического воспитания, ради любви к России, любви к своей Родине. Это очень важно, потому что вместе мы непобедимы, вместе мы едины, и наши спорты доказывают вот эти преимущества на протяжении многих-многих лет. Настало время слово предоставить нашим ведущим спортсменам. Я думаю, это будет интересно. «Самбо в школах – это очень, очень шаг вперед большой для нашего общества, если как бы все это получится и действительно будет работать, если придумают какую-то программу, в общем, воспитательную и тренировочную, оптимальную, которая будет подходить и хорошие кадры будут работать в этих школах, я имею в виду тренерские, то мне кажется, мы поднимем боевой дух страны как бы на те времена, когда еще когда-то там значок ГТО что-то значил, за это тебя уважали. Именно вот этому самбо, не только самбо, спорт, но самбо, в частности, учат с ранних лет и в итоге получаются воспитанные, умные, сильные, в общем, идеальные люди практически». «Я пришел до того, маленький, пузатый, толстенький, не умел ни подтягиваться, ни отжиматься. И тренер сказал мне, вот если ты хочешь чего-то достичь в жизни, хочешь там подтягиваться, научиться отжиматься, ты должен в зал заскакивать и на каждой перемене подтягиваться по одному разу. И постепенно, постепенно я начал набирать обороты, и где-то через годик, может, я уже начал подтягиваться 15 раз, потом 20 раз и дошел до 40 раз, чтобы потянуться. Стал отжиматься от брусьев много, то есть пистолетиком приседать, то есть бегать со всеми ребятами. В футбол он не любил играть, потому что я был толстый, меня все заставили на ворота, дразнили меня. И тренер меня заставлял, пинками выгонял на ковер и говорил, что если хочешь достичь всего этой жизни, должен управлять характер и биться до конца. И потихонечку, потихонечку мы начали с ним ползти вверх. И сейчас вот я трехкратный чемпион мира и заслуга больше его, то, что он смог мне вырасти, смог мне дать те знания, которые сам знал, какие-то знания я подчеркнул от старших ребят, потому что постоянно слушаю, постоянно что-то узнаю от ребят со сборной команды нашей. Они опытнее меня здесь, ребята есть, и что-то новенькое постоянно выхватываю. Отлично, что сейчас в школах можно попробовать заниматься самбо на третьем уроке физкультуры. И из тысяч ребят, которые это сделают, попробуют. Я уверен, что сотни останутся в самбо на всю жизнь, потому что это здорово. Занимайтесь самбо, приходите в секции, приходите на ковер, дышите этим воздухом, потом. Только так можно стать по-настоящему сильными и телом, и непобедимыми духом. В городе Кстово, во многих городах нашей страны с элементами самбо проходят уроки физкультуры. Это учит наших ребят, во-первых, мужеству и отвлекает от вредных привычек. Поэтому, если много ребят будет заниматься борьбой самбо, это будет здоровое поколение, здоровая нация, что приведет нашу страну к будущим победам, к будущим успехам. Мне хотелось действительно быть мужчиной, на котором ответственность, который должен защитить слабого. Для меня самбо в жизни, я действительно не в крайней душе, скажу, что практически это все. И то, что я сейчас из себя представляю, большая доля участия в этом именно самбо, как виды спорта. Это действительно наш истинный вид, русский вид спорта, который, можно так сказать, выражает нашу истинную русскую сущность. Как, допустим, у японцев есть дзюдо, там сумо, у нас вот самбо. Есть такое выражение, да, у самбистов, силен не тот, кто не упал, а тот, кто падал и вставал. В жизни часто приходится бывать какие-то поражения, какие-то неудачи. И очень важно вот именно подняться как-то, да, встать, скажем так, с колен, идти дальше вперед, опять достигать своих поставленных целей. Вот этому самбо лучше. Мы хотели немножко рассказать про нашу школу самбо. На сегодняшний день у нас самбо культивируют во многих поселках и городах Республики Карелия. Но мы достаточно много сделали к тому, чтобы у нас росли и не только чемпионы, чтобы росли личности, чтобы мы оторвали детей от дворов, от подворотин, для того, чтобы они стали настоящими людьми. В настоящее время на территории Республики Карелия идет новый виток развития национального вида спорта – самбо. В настоящее время самбо внедряется в Всероссийский комплекс ГТО как региональный компонент. И, кроме того, внедряется самбо в школу. Федерация самбо города Москвы выпустила программу для школ. И школьники уже могут спокойно готовиться и выступать по борьбе с самбо. В школьных программах борьба с самбо давно уже есть. Но учителя в основном не подготовлены. Почему? Потому что это в основном игровые виды спорта. И самбо практически никто не знает. С внедрением комплекса ГТО самбо дает разностороннюю подготовку нашим школьникам. И они с успехом будут сдавать эти элементы ГТО. На практике нашей школы мы много лет уже внедряем самбо. Третьи уроки у нас тоже проходят с элементами самбо. Поэтому я желаю всем школам и Москвы, и Российской Федерации, чтобы они этого не боялись и занимались нашим национальным видом спорта. У нас в республике самбо очень сильно развивается. Детей больше и больше становится. Мы стараемся всех охватить, все мероприятия посещать. Потому что дети – это будущее. Ну, а право выбора всегда остается за ними. И когда в наш вид в самбо они идут, это прекрасно. Ну, и дадим, конечно, слово нашим юным спортсменам после таких великих чемпионов. Для меня самбо – это не просто борьба. Для меня самбо – это, может быть, даже смысл жизни. Потому что самбо делает из меня сильного не только в физическом плане, но и в психологическом. Для меня самбо – это статус. Среди своих друзей я выгляжу сильным и мужественным за счет того, что я борец. Я всегда могу постоять за свою семью, за своих друзей. Самбо для меня – все. Я самбо начал заниматься с детского сада. Тогда я только пришел сюда, был еще очень маленьким. Ничего еще не понимал. Но теперь я смотрю на таких же маленьких ребят, которые приходят сюда тренироваться, потому что они хотят этого. И я вспоминаю себя. Я начинаю понимать, что я сделал это не зря, потому что это интересно и очень важно. Для меня самбо – это некая отдушина. Ты приходишь, весь свой негатив сливаешь именно на ковре, ни на друзьях, ни на родных, ни в школе, ни где-то на улице. А именно здесь – это вид спорта мне помог научиться защищать себя, близких, друзей, хороший коллектив, отличные тренеры. В общем, действительно, это стоит того. Я советую всем заниматься этим видом спорта. Он действительно помогает в становлении мужчины, становиться уверенным в себе. Сергей Владимирович, я думаю, мы убедили, что самбо – это тот вид спорта, которым стоит заниматься мальчишкам и девчонкам. Именно поэтому создана рабочая группа по реализации этого проекта в школах Российской Федерации. И возглавил эту рабочую группу заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Гумарович Нургалеев. В прошлом году мы проводили соревнования в Республике Карелия. И у нас Республика Карелия, как и Приморский край, и Краснодарский, вошли в пилотный проект по внедрению ГТО. В ГТО – самбо. Кроме того, мы тогда на совещании в Петрозаводске рассмотрели вопрос о том, чтобы и самбо было представлено в школе. Для этого мы подготовили соответствующую программу. И в этой программе мы даже учли то, чтобы провести пятую конференцию учителей физической культуры Российской Федерации в городе Петрозаводске, где были представлены мастер-классы для учителей. Во многих уголках нашей страны уже в школах, по сути дела, среди подростков, учителя проводят соответствующие мастер-классы, которые позволяют им уже на стадии школьного образования получить определенные навыки. Отсюда мы сегодня видим, насколько важно, чтобы самбо было у нас именно в школе. Сам когда-то в 60-е годы прошел через эти ступени. И знаю, что такое тренер, и знаю, что такое учитель физкультуры, который непосредственно формирует мировоззрение мальчишки, девчонки и позволяет в этом отношении уверенно дальше в жизни делать свои правильные поступки. Почему? Потому что самбо формирует прежде всего дисциплинность, целеустремленность, характер, конечно же, патриотизм и гражданственность. Вот эти навыки, на мой взгляд, они должны рождаться как раз именно со школы. На прошлом совете по спорту при президенте Российской Федерации Владимир Владимирович уделил особое внимание развитию отечественных видов спорта. И это является приоритетом. И второе, я хотел бы сказать, он подчеркнул, что это большая социальная ответственность тех, кто этим занимается. Поэтому я бы просто еще раз хотел сказать, что самбо для нас это не только единоборство, но это и философия. Философия, которая формирует личность. Еще раз скажу, что это прежде всего целеустремленность, дисциплинированность, стойкость. И если кто-то из ребят будет этим заниматься серьезно, это большое подспорье для наших вооруженных сил, для Министерства внутренних дел, для Федеральной службы безопасности. Потому что это очень важно, чтобы мы имели сильных, подготовленных, выносливых защитников нашего отечества. Вениамин Шанч, мы сегодня очень много рассказывали о нашем прекрасном виде спорта. Но это все теория. А как говорят наши дети, а самому слабо? Да без проблем. Попробуем? Попробуем. Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, Восхвалим песни силу нашу, Силу гордую, богатырскую. О, не грозное небо в улицах, Не сверкают степи клинки. Это батюшки и муромца, Вышли пицца ученики. За победу их ветры молятся, Жгут их сердние и венцы. Разгулялись, добрые молодцы, Распотешились, молодцы. Это надо нам жить красиво, Это надо нам жить раздольно. Богатырская наша сила, Сила духа и сила воли. Богатырская наша сила, Надо другу в беде помочь. Отстоять в борьбе, Тело правое, Силой силушку превосходь. Это надо нам жить красиво, Это надо нам жить раздольно. Богатырская наша сила, Сила духа и сила воли. Богатырская наша сила, Сила духа и сила воли. Саммисты Карелии поздравляют саммистов России со Всероссийским днем самбо. Желаем успехов, побед, здоровья. Поздравляю всех единомышленников с Всероссийским днем самбо. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в жизни, в спорте и процветания. Ура! 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 Краснодарский проект приветствует всех участников проекта самбо в школе. Она передает привет и наилучшие пожелания и поздравляет всех с международным днем самбо. Самбо сила делает красиво!